Вкусно и полезно бесплатное питание в новом раздаточном пункте уже получают мамы 100 малышей. Обеспечивать детей поселка новинки питанием через муниципальную молочную кухню начали, когда поселок вошел в состав Нижнего Новгорода. Увидела на администрации объявление, что раздатка переехала, решила зайти, заглянуть. Это намного полезнее, чем в магазинах, например, есть. Все натуральное, на живых заквасках. Такого нигде не купишь, кроме как на молочном раздатке. Здесь очень много молодых семей с детьми, их число будет увеличиваться, поэтому продукция нашей молочной кухни, качественная продукция, полезная для детей, она просто необходима. И уже пользуются спросом, бесплатно получают молочную продукцию 98 детей, еще 200, для 200 детей родители самостоятельно покупают продукцию, даже из ближайшего Богородского района приезжают, чтобы взять для своих детей продукцию. Раньше раздаток располагался в здании местной администрации. Тесное помещение было неудобно для большого количества посетителей. Такой маленький кабинетик, метр на метр, и образовывались очереди. Приходилось стоять, ждать, либо в коридоре, а если в коридоре много людей, то, соответственно, на улице. Но здесь, конечно, поудобнее. С ассортиментом кухни ознакомился глава города Юрий Шилобаев. Пользуется популярностью? Да. Пользуется. А что больше всего покупает? Ну, классический кефир, творог и такие лечебные продукты, как бифидом, бактерин, бактерин, бифилак, биолак. Люди все поняли, что здесь натуральный продукт без консервантов, без всяких добавок вкусовых. Изготавливается на высококачественном молоке гостовском. И мы для детей. А кисломолочная продукция, она обязана присутствовать в рационе детей, тем более маленьких детей, когда идет формирование всего организма. В структуру муниципальной молочной кухни входят три молочных кухни. Автозаводская, Нижегородская и Сормовская. А также 42 молочно-раздаточных пункта в восьми районах Нижнего Новгорода. Екатерина Васильева, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok